Итак, прекрасно. Как вы, возможно, знаете, мочковенная болезнь в основном была впервые описана много лет назад, еще в Древнем Египте. В дальнейшем, уже в период нашей эры, описывались уже операции мочковенной болезни, а также ряд инструментов таких операций были обнаружены в руинах древних городов на всей территории Древней Римской империи. В 19 веке мочекаменная болезнь была довольно распространенным явлением в Европе. В основном это касалось заболевания мочевого пузыря, болели дети. В основном это касалось сопряженность с уратом аммони, а также начнем салата кальция, обусловлено плохим питанием. Первые камни удалялись хирургическим путем, но при этом делались первые попытки летотропсии, то есть дробления. Конечно, не летоскопии, а фактическим физическим дроблением. В 20 веке ситуация резюкально поменялась в Европе в отношении мочекальных болезней. Потихоньку социальные условия, условия жизни улучшались. На фоне этого почечнокаменные заболевания увеличивались. Все это было обусловлено более качественным образом жизни и избыточным питанием. Говоря о заболевании, необходимо определиться с понятием заболевания. Понятие заболевания – это количество новых случаев, происходящих до конкретной популяции за течение года. И распространенность – это количество случаев, происходящих в данной популяции в какой-то момент времени. Если посмотреть на север Европы, скандинавские страны, то нужно отметить, что в первой половине 20 века там отмечалось постоянное увеличение заболеваемости почечнокаменной болезни. Между 60-м и 80-м годами распространенность этого заболевания была намного больше. Она поражала больше 10% населения. То есть, каждый десятый житель сталкивался с риском заболеть данным заболеванием в течение жизни. Но с 80-го года рост заболеваемости и распространенности прекратился на севере Европы. Скорее всего, это было связано с холодным климатом. Если взять центральную Европу, то период с 81-м и 90-м годов распространенность была немного меньше по сравнению со скандинавскими странами, но уже через 10 лет стал наблюдаться рост как заболеваемости, так и распространенности этого недуга. Если посмотреть на юг Европы, то можно отметить, что в первой половине 20 века фиксировались ряд пациентов, детей с камнями в мочевом пузыре, но уже с 50-х годов и на юге Европы мы стали наблюдать рост заболеваемости, и, говоря о распространенности, так он вообще достиг уровня севера Европы. Опять же, причина – это постепенное увеличение качества жизни и благосостояния населения Южной Европы. Отсутствует достаточная информация о Восточной Европе на данный момент, но можно отметить, что за последние 50 лет наблюдается рост как распространенности, так и заболеваемости почечно-каменной болезни и на Востоке Европы. Здесь у нас ряд цифр об уровне госпитализации, общей заболеваемости, а также ряд других цифр. Интересны данные о возникновении отдельных видов заболеваний. Если отмечу, что за последние 20 лет наблюдается рост заболеваемости оксилата кальция, камней на основе оксилата кальция, струбитов, а также возникновение камней на основе мочевого кислоты, мочевины. Таким образом, мы констатируем повсеместный рост цифры. Говоря о отдельных тенденциях эземиологии ураголитиаза, то можно отметить уменьшение возраста, начало возникновения формирования камней. То есть, помолодела эта болезнь. При этом, если посмотреть на соотношение мужчины с жизнью, то обычно это было в пользу мужчин, ну, если, конечно, не брать сферу высокой моды, женщины сферы высокой моды. Но, опять же, если говорить о заболевании камней на основе оксилата кальция, то среди женщин он тоже стал увеличиваться. Что же обуславливает повышение заболеваемости почечной каменной болезни в Европе? Конечно, нельзя забывать о генетическом факторе, но он не меняется по сравнению с другими факторами. Самое важное здесь то есть, это питание, диета. На образование на образование камней может связано с подпотреблением избыточного количества белков, натрий-содержащих избыток кальция и недостаточной калия овощей и ферруктов и так далее. Все это связано с уменьшением выделения цитратов и повышенным потреблением кальция. Все это, как я уже сказал, является основным фактором риска для преобразования камней. Если посмотреть на тенденции потребления мяса в разных странах мира, то можно отметить, что за последние 50 лет наблюдается резкий рост мясопотребления. Если мы посмотрим на данные по различным географическим регионам, то данные по Северной Америке, Австралии, ну а также с других 27 стран Европы, то можно констатировать повсеместный рост по потреблению мяса. Вот это карта мира. то, что отмечено красным, это страны, где наблюдается избыточное потребление мяса, и Европа это одна из таких регионов, равно как Центральная Азия, а также другие страны, ряд других стран. Таким образом, можно констатировать, что данный регион, регион Центральной Азии, также является регионом, который сталкивается с риском разобливания, связанных с потреблением мяса. Другой важный момент – потребление овощей. Чем больше потребляется овощей, тем ниже риск камнеобразования. при этом показатели по большинству стран Европы ниже рекомендованного уровня потребления овощей в Всемирной Азии здравоохранения. То есть, люди едят меньше овощей, а овощи защищают наши почки от образования камней. Климат – еще один важный фактор. Риск камнеобразования тесно перекликается со средней температурой того или иного региона. Сейчас наблюдается тенденция к глобальному потеплению, что связано с паниковым эффектом. Возможно, риск камнеобразования будет возрастать в регионах ниже Сахары, в Европе, в Центральной Азии, также в Центральной Азии. То есть, регионах, которые называются так называемый каменный пояс. Любым важным эпидемиологическим фактором, с которым связаны каменная болезнь, это сопутствующие заболевания, это диабет, различные метаболические синдромы, ожирение и так далее. Но это скорее проблемы актуальные для всего населения в целом. Европа является страной, где зародилась мини-инвазивная или неинвазивная хирургия камней. за последние годы до сих пор у нас наблюдается количество экстракорпальных процедур, эндоскопных процедур, количество увеличивается и увеличивается и в Великобритании. Важным моментом являются стоимости расхода. Эти расходы касаются непосредственно с операцией, уход, борьба с осложнениями, таким как почечная недостаточность. Но это все прямые расходы. Прямыми расходами или непрямыми издержками можно назвать потерей рабочих дней в связи с заболеваемостью. Таким образом мы можем говорить о расходах или издержках прямого характера, расходах сложных госпитализаций и так называемые сопутствующие расходы. Если говорить конкретно о лечении одного случая, то действие расхода от 600 долларов до 1200 долларов. Это весьма актуально для систем здравоохранения в целом. Конечно, это очень сильно зависит от актуальности проблем вашей регионе. Это сильно обусловлено общей политикой к этой проблематике вашей страны. заключение. Рост заболеваемости почечных болезней может оказать различное влияние на ту или иную систему здравоохранения Западной Европы. Пик заболеваемости был достигнут в 80-х годах. К 80-м годам. Но здесь у нас можно констатировать рост издержек не заболеваемости, а издержек, связанных с диагностикой лечения данных заболеваний. Соответственно, целью здесь должна быть оптимизация протоколов с целью недопущения внедрения чрезмерно дорогих видов лечения, а также выбора оптимального вида лечения. С другой стороны, если посмотреть на восток Европы, на восточную Европу, то эти страны еще своего пика не достигли. Соответственно, заболеваемость и распространение заболеваний еще будет расти, и это значит, что данный регион Европы, система здравоохранения Европы, еще столкнутся со своим проблемой. Особенно это актуально для юга Европы и юго-востока Европы. И здесь, сюда я включаю и Центральную Азию. Таким образом, речь идет о том, что перед нами стоят весьма серьезные проблемы, и поэтому необходимо приложить усилия на профилактику и более высокое образование населения в целом. Спасибо.